Добрый день, дорогие друзья! Я люблю совхоз Ленина, я тоже сегодня в Рудине. Вы мне можете поверить, я был в 8 странах мира, везде в России. Вокруг Москвы кольцо 108 километров, мы сейчас ехали. Раньше на каждом километре было прекрасное хозяйство. Сегодня вы, по сути дела, являетесь образцом и примером, как даже в трудное время, сплотившись и объединившись, можно решать самые главные задачи. У вас сегодня лучшая в мире школа. У меня в роду 10 педагогов, 250 лет преподавали разные предметы. Я сам 17 лет пошел учителем сельской школы и хочу вам сказать, школа, которая у вас есть, питала все лучшее из русской и советской школы, все лучшее из современных технологий. Прекрасное трудовое обучение, профориентация, которую начинают дети со 2-3 класса, агротуризм и многое другое. Это то, о чем мечтают люди в любом уголке земного шара и в нашей многострадальной России. Я хочу вас с этим поздравить, поблагодарить Павла Николаевича и сказать, такую школу, такой коллектив мы никогда не дадим в обиду. Согласны? Да! У вас первая роботизированная ферма, в которой нет доярок, а есть операторы. 11 тысяч литров от кардой буренки. Этому позавидует любой герой труда Российской Федерации. Я благодарю вас за то, что вы так блестяще работаете. У вас самое большое поле клубники в стране, больше 100 гектаров. И вот я сейчас ехал, только за вашей клубникой стоит очередь. Мне, правда, обещали маленький лоточек Павла туда. Я надеюсь, вы поделитесь клубникой, а я буду пропагандировать ваш труд. Договорились? Да! Молодцы! И я вам должен сказать, когда я сюда привез представителей всех иностранных ферм и фирм, то у вас в полном составе китайское посольство работало недавно. Они приехали в восторге. Я рассказал председателю Чидитиня, какой у нас чудный коллектив. Лукашенко, когда увидел альбом с вашими предприятиями, школами, вашим вот этим уникальным парком, по мотивам сказок Пушкина, он сказал, первый мой визит в Москву начнется с совхоза Ленина. Вы получите поддержку из братской Белоруссии, из многомиллиардного Китая и от всех наших коллективов. За прошедшую неделю в стране прошло 700 акций в поддержку вашего уникального хозяйства. Но я вас искренне благодарю, что вы вместе с детьми пришли сегодня на этот праздник, чтобы сказать, мы вместе, мы будем здесь жить, здесь лучшие хозяйства, здесь лучшие школы, лучшие сады. Поэтому все будет в порядке. Отбились от пяти атак, отбьемся от этой. Наше дело правое, совхоз будет процветать. Ура! Я хотела бы сейчас микрофон передать одному нашему другу, Василию Александровичу Милищенко. Он председатель федерального сельсовета. Пожилые люди все помнят, что такое сельсовет и знают, что это решается все вопросы. То есть, большой друг. Я хочу добавить, что Павел Николаевич сопредседатель федерального сельсовета и Бабкин, Грудинин и Милищенко, его, по сути дела, основатели, создали такое движение. Уважаемые мои друзья ленинцы, вы символ эпохи. Вы образец, какой должна быть вся Россия. И такой могла быть вся Россия. Чуть-чуть не хватило нам силы, чтобы сделать ее такой всю. Вот хватит силы нам. Вы сохранитесь такие, как вы есть, вы будете лучше. А мы всей России подтянемся. Слава совхозу имени Ленина. Слава поселку Ленина. Ну и, конечно, Павел Николаевич Грудинин. Здравствуйте. Спасибо вам, что сегодня вы пришли. И мы с вами вместе отмечаем наш праздник. Праздник нашей Родины. Потому что вот те люди, которые говорят, что они патриоты, прежде всего должны сделать так, чтобы на их Родине было так же хорошо, как у нас. И спасибо большое пенсионерам, которые пришли и сегодня нас поддерживают. И мы знаем, что мы вместе, и что мы друг друга никогда не бросим. Спасибо молодежи, которая так красиво оделась, землянички. Спасибо всем жителям, которые выступали, так красиво говорили про нашу малую Родину. И вот сегодня Елена Ивановна попросила спеть эту песню, которую я никогда не забуду. Я с детских лет ее пою. С чего начинается Родина? На самом деле она начинается с того, как ты пошел первый раз в школу, а у нас лучшая школа. С того, как ты пошел в детский сад. Как к тебе относятся в администрации? Раньше всегда говорили рай, райком, райисполком, а теперь ад, администрация. Но у нас администрация другая. Поэтому спасибо им большое, что они такие, что мы вместе. И что вместе мы и работаем, а сегодня Сокус соберет 25 тонн земляники. Такого никогда не было, чтобы в этот, а сегодня только 12 число. Тогда и мы такого не забирали в это время. И мы действительно лучшие в труде. Мы есть чем гордиться не только в производстве земляники, но и в молоке. Мы заняли первое место в производстве сенажа в России. Поэтому мы лучшие. И спасибо вам большое, что вы делаете нашу жизнь лучше. Причем тут я вижу и руководителей, и работников детского сада, детских садов наших, детских яслей, наши управляющие компании. Понимаете? Кто бы к нам не приехал, увидит, что в любой отрасли мы лучшие. Поэтому спасибо вам. С праздником. И желаю вам здоровья, счастья. И вместе мы отстаем, и, как сказал Геннадий Ильич, победим любые невзгоды, какие бы ни были. Спасибо вам большое. Спасибо.